друзья мои всем здравствуйте рада приветствовать вас у себя в гостях кто впервые посетил мой канал меня зовут анна сегодня я к вам вот с такими замечательными мужскими носками кстати если выбрать пряжу более светлых и ярких оттенков то конечно же девочки тоже могут для себя связать такие носочки здесь я использовала очень интересный узор который называется зигзаг я уже супругу своему вязала такие носочки вернее с таким узором ему очень понравилось вот и сейчас я как гласит русская поговорка готовь сани летом взялась за носки я уже связала 4 пары носков из секционной пряжи мне очень нравится секционная пряжа вот и люблю я из них вязать и вяжу своим мальчишкам носки начиная от 40 размера заканчивая сорок пятым и так эти носочки связаны на размер 40 41 с высоким паголенком паголенок здесь у меня вместе с резиночкой практически по моему 18 сантиметров сейчас скажу вам точнее так ну да девочки 18 сантиметров расход пряжи на пару носков 40 41 вот эти носки у меня связаны на размер 40 41 86 грамм то есть у меня от моточка еще осталось 14 грамм так что смело 100 грамм на пару 40 даже до сорок третьего размера хватает 100 граммового мотка а вот если уже 45 там 46 то тогда уже придется либо короткий папа галинах делать либо брать лучше с запасом пряжу так но все если кому интересно девочки остаемся со мной и приступаем к вязанию что нам с вами необходимо для вязания этих носков ну во-первых спицы манжету или резинка как мы ее называем я вяжу спицами 225 вяжу я методом мэджи клуб и основное полотно спицы два с половиной далее счетчик рядов для обозначения рядов на так как у нас идет с вами узор и счета количество рядов маркер для обозначения начала ряда также нам понадобится игла для того чтобы сшить вот здесь петли мыска сшивала я методом петля в петлю обычно я этим методом и пользуюсь и конечно же ножницы все далее пряжа основное с чего я должна была начать это пряжа пряжа у меня на к бога вот такого интересного цвета есть у нас метраж сейчас я вам скажу вот посмотрите метраж 400 метров 100 граммах и хочу отметить что пряжа она такая немного жестковатая в отличие от пряжи допустим той же ализе до супер ваша лиза немножко помягче и пряжа еще и в основном с которой я вязала это magic от infinity ну-то пряжа ну совсем очень мягкая но так как я вижу мужские носки которые будут носиться в основном в ботинке поэтому я вот решила все-таки использовать вот такую пряжу в основном девчата я пользуюсь если вижу из тонкой пряжи вот такой таблицы ее можно вполне найти на просторах интернета и вот здесь если вы увидите вот я сейчас вижу на размер 40 41 должна набрать 64 петли это для лицевой глади для лицевой глади спицы два с половиной да вот метраж носочной пряжи но с учетом того что я использую у себя вот такой рисунок узор вернее этот узор немножко стягивает полотно поэтому я набираю не 64 петли а набираю семьдесят две петли то есть на 8 петель больше раппорт узора у меня составляет девять петель девять петель то есть 6 петель основного узора вот такой косы с перекрещенными петлями и 3 петли изнаночных здесь смотрите зависимости от петель от пряжи от вашего размера вы можете варьировать как количество основных петель основного узора вот этого элемента коса так и количество петель изнаночных я вязала такие же носки супругу где-то год назад с таким же узором из пряжи норта дропс спицами номер два с половиной и я брала шестьдесят четыре петли и мне этого было достаточно и раппорт узора у меня составлял 8 петель 8 петель 5 петель вот этого основного элемента и 3 изнаночных петли то здесь вы смотрите как вам по количеству петель лучше распределить вот петли узора и так я набираю на спицы номер 225 72 петель набираю обычным способом оставляю хвостик небольшой и обычным способом набираю 72 петли вот так обычным способом 72 петли кто вяжет чулочными спицами девочки набираем на чулочные спицы 72 петли 72 петли девочки и еще одну петлю для замыкания в круг то есть семьдесят три петли набрали семьдесят три петли теперь нам нужно перегнуть леску разделить количество всех петель на 272 петли разделить на 2 это будет 36 петель 36 петель это у меня 18 пар отсчитываю я от начала ряда 18 и вот в этом месте я перегибаю леску 18 пар отсчитала перегибаю леску и аккуратненько петли двигаю к спицам на спицы и распределяю их на спицы девочки аккуратненько все делаем петель много пряжа тонкая все и каким образом я распределяю спицы посмотрите вот у меня спереди первая спица у меня будет спереди это начало наборного ряда петли все смотрят на меня лицевыми здесь как с лицевой стороны и вторая спица это уже конец наборного ряда здесь петли смотрят на меня как изнаночные если посмотреть так теперь распределяем нашу рабочую нить хвостик от конца рабочего наборного края оставляем справа рабочую нить заводим влево теперь нам необходимо замкнуть вязание в круг немножко продвигаем петли концу спиц и со второй спицы вот эту последнюю петлю которую мы дополнительно набирали чуть-чуть ее ослабляете и перекидывайте на первую спицу хвостиком подтянули и хвостик придерживаем пальцем вытягиваем вторую спицу и сейчас будем замыкать вязание в круг здесь надо быть немножко внимательным будет немножко неудобно я постараюсь показать поближе потому как были такие комментарии что очень далеко и плохо видно и так вот у нас петля девочки которую мы пересняли и вот петля первая петля наборного края что мы делаем вводим спицу под стеночки петли которую пересняли и подхватываем стеночку петли которая на спицу вот она у нас и их вместе вот таким образом скидываем и получившуюся петлю возвращаем снова на спицу хвостик подтянули надеюсь здесь все понятно и дальше начинаем вязать начинаем вязать манжету у меня раппорт узора состоит из 9 петель 6 лицевых и 3 изнаночных лицевые я распределяю таким образом 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых и 3 изнаночных и так первые две петли у нас лицевые первый ряд я вижу просто обычными лицевыми за правую стеночку 2 лицевые далее 2 изнаночных и 2 лицевые и так вот первый элемент нашего узора это 6 петель 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых и далее 3 изнаночных раз два три изнаночные я вижу обычными и далее повторяем 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых это 6 петель и 3 изнаночных раз два три так вяжем до конца ряда 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночных и до конца ряда провязали первый ряд и переходим ко второму ряду со второго ряда я лицевые петли буду провязывать скрещенными петлями здесь смотрите кому как удобно мне нравится скрещенные петли если хотите обычные вяжите обычные и так скрещенные петли мы вяжем не за правую стеночку а за левую стеночку 2 лицевых скрещенных 2 изнаночных 2 лицевых лицевую провязываем за левую стеночку и 3 изнаночных раз два три и так вот у нас раппорт узора и дальше вяжем по кругу до конца ряда и так я вяжу девочки 14 рядов манжета у меня составляет 14 рядов и после манжеты мы будем приступать к вывязывания паголинка провязали манжету на высоту которую вам необходимо девочки вот можно повесить маркер до чтобы ориентироваться на начало ряда и теперь этими же спицами данном случае у меня 225 после манжеты я провязываю один вспомогательный ряд я вяжу 6 лицевых просто 6 лицевых раз два три 4 5 6 и 3 изнаночных это у нас будет вспомогательный ряд и так 6 лицевых и 3 изнаночных и вяжем до конца ряда далее меняем спицы на два с половиной и приступаем к вывязыванию паголинка по узору и так 6 лицевых здесь мы будем делать в каждом ряду перекрещивание с наклоном влево вот на участке из 3 изнаночных петель в лицевых рядах то есть в нечетных рядах мы провязываем 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная а в четных рядах мы провязываем все три эти петли изнаночными петлями и так приступаем 6 лицевых петель делаем первое перекрещивание двух петель первую петлю я снимаю вторую петлю провязываю затем спереди подхватываю правой спицей снятую петлю сзади переснимаю вот таким образом петлю которую провязала и провязываю петлю которая на спицу все я перекрестила две петли с наклоном влево далее 4 лицевых 1 2 3 4 и 3 изнаночных одну петлю первую петлю я провязываю изнаночной вторую петлю провязываю лицевой и третью петлю провязываю изнаночной вот это у нас первый ряд раппорта узора и так вяжем до конца ряда второй ряд раппорта узора первую петлю провязываем лицевой а вторую и третью следующие то есть две петли мы перекрещиваем с наклоном влево первую я снимаю петлю вторую провязываю лицевой спереди подхватываю снятую сзади аккуратно переснимаю правят провязанную петлю и провязываю петлю которую пересняла все три лицевых раз два три теперь дорожка из вот этих изнаночных петель здесь я их провязываю все три петли изнаночными так до конца ряда это второй ряд раппорта узора третий ряд раппорта узора 2 лицевых следующие две петли перекрещиваем с наклоном влево 2 лицевых изнаночная лицевая изнаночная и так вяжем до конца ряда переходим к четвертому ряду провязываем 3 лицевых затем две петли перекрещиваем с наклоном влево и 1 лицевая и 3 изнаночных раз два три пусть как я и сказала в лицевых рядах мы провязываем лицевая изнаночная лицевая изнаночная в изнаночных рядах мы все эти три петли провязываем изнаночными и так вяжем до конца ряда и пятый ряд нашего узора провязываем 4 лицевых раз два три четыре затем две последние петли перекрещиваем с наклоном влево изнаночная лицевая изнаночная все и так вяжем до конца ряда и последний шестой ряд нашего раппорта узора провязываем 6 лицевых раз два три три четыре пять шесть шесть лицевых и 3 изнаночных раз два три все и так вяжем до конца ряда и так вот мы провязали с вами первый раппорт узора прекрасно видите что узор совершенно несложный даже я хочу сказать очень очень легкий и так вяжем необходимую вам высоту и затем будем переходить к вывязыванию пятки отвязала я 60 рядов высоту по голенка и смотрите девочки теперь вот здесь у меня остается 3 изнаночных петли я провязываю только 2 и одну изнаночную я перекидываю на первую спицу то есть вот здесь у меня будет начинаться с одной изнаночной ряд теперь у нас тридцать шесть петель и заканчивается тремя изнаночными вот 2 изнаночных вот 2 изнаночных петли я перекинул на вторую спицу то есть первой на вторую мне надо чтобы у меня ряд начинался с одной изнаночной и заканчивался также одной изнаночной и так все я перекидываю петли и теперь смотрите на второй спицы у нас здесь начинается с двух изнаночных и заканчивается двумя изнаночными и того у меня было тридцать шесть петель одну петлю я прибавила это 37 и 2 петли убрала перенесла на другую спицу остается 35 петель то есть для размера 40 41 я далее вывязываю стенку пятки на 35 петлях для женского размера можно оставить тридцать три петли здесь уже смотрите сами как вам будет удобно по ширине стенки пятки и так все теперь я закончила вязать по голенок 60 рядов и перехожу к вывязыванию стенки пятки вот у меня стенка пятки как я уже сказала это у меня 35 петель высоту я буду вязать 36 рядов почему 36 потому что носок мужской а у мужчин вот эта высота намного ну не не сильно но на немного выше чем у женщин на женский размер можно провязать всего 32 ряда и так как я вяжу стенку пятки кто смотрел мои предыдущие видео по вязанию носков уже знает как я вяжу стеночку пятки и так смотрите девочки первые две петли и последние две петли я в лицевом ряду провязываю лицевыми петлями а в изнаночном ряду я их буду просто снимать то есть своего рода я буду формировать по краю стенки пятки шнур и корт и потом из этого шнура я буду поднимать петли до для клина подъема и так первые две петли я провязываю так лицевая за правую стеночку лицевыми и дальше я провязываю следующим образом лицевая снимаю петлю лицевая снимаю лицевая снимаю и так я вяжу до конца ряда вот здесь у меня будет две последних постоянных лицевых и вот предпоследняя то есть вот третья петля да она у меня тоже также будет лицевая также как и в начале ряда так как у меня нечетное количество петель 35 то есть как бы для симметрии если у вас четное количество петель то тогда можно дополнительно где-то в серединке из протяжки провязать еще одну петлю поднять вот то есть необходимо конечно же симметрии до чтобы все было красиво и аккуратно и так провязываем далее до конца ряда лицевая снять лицевая снять и последние петли вот эти три у нас будут лицевыми петлями так закончила вот последние три лицевых разворачиваю вязание следующий изнаночный ряд 2 первые девочки смотрите две петли я просто снимаю все сняла нить перед работой остальные я провязываю изнаночной причем провязываю следующим образом лицевая которую у нас было по лицевой стороне я ее провязываю за правую стеночку а петлю которую я в лицевой стороне вот она снимала я ее провязываю не за правую стенку а за левую стеночку и так лицевую лицевая петля которая у нас была по лицевой стороне я ее провязываю по изнаночной за правую стеночку а петля которую по лицевой я снимала не за правую а за левую почему я это делаю вот для того чтобы у меня был вот такой вот эффект посмотрите у нас получается вот такая вот дорожка вот эта петля и есть мы в лицевой стороне по лицевой стороне ее снимаем а в изнаночной стороне провязываем за левую стеночку то есть она у нас получается перекрещенная это такое укрепленная пяточка у нас будет и так вяжем до конца ряда вот у меня остается 2 петли на спице нить перед работой и я просто эти две петли снимаю все второй ряд мы провязали изнаночной разворачиваем вязание и начинаем следующий ряд первые две петли провязываем лицевыми это у нас будет неизменно в лицевом лицевые в изнаночном снимаем и следующие петли лицевая снять лицевая снять последние две петли мы также провязываем в лицевом в ряду лицевыми по изнаночной стороне мы их снимаем все девочки дальше вяжем стенку пятки я вижу как я сказала нас размер 40 41 36 рядов 36 для женского размера можно 32 ряда провязали мы стенку пятки затем формируем чашку пятки у меня чашка пятки сформирована методом подкова мне нравится этот метод кстати очень хорошо сидит на ноге на пяточки как на женской так и на мужской ноге у меня также есть отдельное видео я не буду останавливаться на вывязывание чашки пятки поэтому я вам оставлю ссылочку в описании под видео и по этой ссылочке переходите и вяжите отвязали стенку пятки и чашку пятки на спица в данном случае у меня 21 петля я их распределяю следующим образом 11 петель провязала повесила маркер и 10 петель маркер это у меня будет начало следующего ряда и так я начинаю теперь поднимать петли по краю стенки пятки петли я поднимаю вот из этой косички которая у меня образовалась по краю стенки пятки начинаю я вот с первой косички так как у меня была отвязана высоту 36 рядов стенки пятки я поднимаю 18 петель и так поднимаем петли поднимаю я за стеночки за две стенки вот у меня первая петля вот она и я вот за две стеночки и поднимаю петлю подтянула немножко следующее вот она петля следующую и так далее и так до конца по краю стенки пятки я поднимаю 18 петель подняла 18 петель обязательно девочки смотрите чтобы у вас вот вот этот рядочек был ровный чтобы не спуститься на ряд ниже и так и сейчас я еще подниму на границе между нижней частью и верхней еще дополнительно 2 петли чтобы у меня не было дырочек одну петлю я подниму из изнаночной которая ушла у меня вот здесь вот крайняя изнаночная которая ушла на стенку пятки и по сути она стала кромочной вот смотрите вот эта петля вот эта петля поднимаю с помощью крючка так вот она вот она ведь и девочки эта петля и я делаю следующим образом я ввожу крючок в эту петлю и по изнаночной стороне так как бы вам поближе показать неудобно немножко вот здесь вот подхватываю самую ближнюю дужку петли любой изнаночной это может быть или лицевая и через них через две эти петли протягиваю рабочую нить все вот у меня петля то здесь у меня не будет дырочки и вторую петлю я подниму из протяжки на границе между нижней и верхней частью так вот у меня протяжка я ее вот так вот накидываю и за заднюю стеночку провязываю скрещенной петлей все то есть дополнительно я подняла две петли 18 и плюс 2 это у меня будет 20 петель и еще плюс 10 которые у меня были то есть у в данном случае на спицы 30 петель все дальше девчата перехожу на верхнюю часть стопы и провязываю по узору по узору это у меня будет первый ряд здесь у меня начинается ряд с двух изнаночных и будет заканчиваться двумя изнаночными то есть опять же для симметрии и так внешнюю часть провязываем по схеме узора первый ряд и довязываю ряд и последнюю меня просто 2 изнаночных петли так раз два все теперь я перехожу девочки на стенку пятки и вот здесь также буду поднимать петли петли вот из вот она у нас косичка вот она косичка я также поднимаю сначала я поднимаю две дополнительных петли 1 у меня будет из протяжки так вот она у меня это протяжка накину накидываю я ее вот таким образом и вот за переднюю стеночку провязываю скрещенной лицевой петлей так здесь конечно немножко неудобно будет но надо немножко постараться если не вы не хотите чтобы у вас были дырочки и следующая петля будет из изнаночной которая у нас ушла вот она вот она эта петля изнаночная которая у нас ушла в кромочную и по изнаночной стороне так вот старая что поближе не поближе было к краю подхватываю дужку петли вот вытягиваю петлю накидываю на спицу все то есть вот здесь у нас уже больших дырок не будет и далее из кромочных петель вот они у нас кромочные пошли я поднимаю петли 1 2 3 и так далее 18 поднимаю 18 петель подняла 18 петель плюс 2 петли это у меня будет 20 и здесь у меня 11 у меня получается 31 петля как раз то что нам нужно потому что по количеству петель вот здесь вот у нас тоже нечетное количество петель по внешней стороне поэтому нам обязательно надо чтобы была одна петля лишняя по низу да то есть нечетное количество все дальше провязываем до маркера начала ряда петли и переходим ко второму ряду второй ряд вяжем по нижней части стопы то есть подошву полностью лицевыми петлями так начинаю я второй ряд и вижу нижнюю часть одну одну сторону и вторую сторону я буду вязать просто лицевыми петлями а внешнюю сторону я вижу по схеме узора и так вяжем второй ряд далее девочки формируем с третьего ряда клин подъема то есть будем делать убавки на границе между подошвой то есть нижней частью стопы и верхней как с одной стороны так и вот с другой стороны и так убавки я делаю в каждом втором ряду то есть в нечетных рядах я делаю убавку в черных рядах все петли провязываю по подошве лицевой гладью и так третий ряд провязываем от маркера начала ряда до конца спицы не довязывая 4 петли не довязали 4 петли первые две петли за правые стеночки снизу провязываем вместе с наклоном вправо и 2 лицевых переходим на внешнюю сторону внешнюю сторону провязываем по схеме узора это у нас будет уже третий ряд провязали верхнюю часть по схеме узора и переходим на нижнюю часть стопы то есть на подошву петель много постепенно у нас количество петель будет уменьшаться и так с этой стороны как мы делаем убавки провязываем сначала 2 лицевых петли затем следующие 2 провязываем вместе я провязываю протяжкой вы можете просто развернуть петли к себе левой стеночкой и за правую провязать и так убавку я сделала все дальше я вяжу лицевыми петлями до маркера начала ряда после того как провяжем дойдем до маркера начала ряда следующий четвертый ряд вяжем по подошве все петли лицевыми а по внешней части на нашего маска вяжем по схеме узора закончили четвертый ряд и переходим на пятый ряд в пятом ряду делаем очередную убавку провязываем все петли спицы не довязывая последние 4 петли не довязали 4 петли первые 2 петли за правой стеночки провязываем вместе с наклоном вправо 2 лицевых далее вяжем внешнюю сторону по схеме узора дошли до подошвы и делаем убавку на границе между верхней и нижней частью 2 лицевых провязываю и 2 петли вместе с наклоном влево я делаю протяжкой все и далее лицевые до маркера начала ряда следующий шестой ряд провязываем по подошве все петли лицевые по внешней части по схеме узора и так далее мы с вами делаем убавки слева и справа от маркера начала ряда так вот у нас маркер начала ряда слева мы делаем в конце спицы убавку с наклоном вправо справа от маркера мы делаем убавку с наклоном влево и получается вот такой у нас красивый клин подъема убавляю я до тех пор пока у меня по нижней части то есть на подошвы не будет 33 петли то есть у меня будет на и первой спице да на левой спице 16 петель а на правой спице у меня будет 17 петель так как у меня на этой спице петель на этой части петель больше на одну чем на левой так делаем постепенно у бабочки вот пока у нас не останется как я сказала 33 петли на верхней части у нас по моему 37 петель все дальше вяжем длину носочка пока у нас длина не достигнет вот перемычки да вот мизинчик если раньше обычно мы вяжем носочки чтобы у нас закрывал мизинчик то сейчас пока вот не дойдем до перемычки так как у нас будут еще дополнительные ряды для того чтобы нам уравновесить количество петель по нижней части и по верхней части это дополнительно у нас будет 4 ряда нам надо будет сделать 2 убавки дополнительных именно только по верхней части и так девочки все вяжем дальше длину носочка и далее встречаемся отвязали длину стопы у меня по длине стопы получал получилось полных шестьдесят шесть рядов то есть 11 рапорта и далее после того как я провязала шестьдесят шесть рядов я еще провязала два ряда лицевой глади еще один рапорт мне это много поэтому я решила остановиться именно на 11 рапорта и провязала еще просто два ряда лицевой глади так как вы заметили я перенесла маркер начало ряда от центра подошвы левее да и сейчас я буду делать убавки по внешней части стопы так как у меня на внешней части 37 петель а по нижней части 33 петли поэтому мне нужно обязательно урегулировать количество петель на верхней и нижней части разница у меня в 4 петли так как я в одном ряду убавляю 2 петли 1 петля у меня будет справа и 1 слева то есть я должна сделать два ряда убавок а так как я делаю убавки через ряд следовательно это будет у меня 4 ряда и так приступаем убавка и так у меня получается это уже шестьдесят девятый ряд первую петлю я провязываю лицевой а следующие две петли провязываю вместе с наклоном влево то здесь у меня будет протяжка вот таким образом далее я вяжу все петли лицевые не довязывая последние три петли не довязала 3 петли первые две петли за правой стеночки провязываю вместе с наклоном вправо и лицевая петля перехожу на нижнюю часть стопы и нижнюю часть стопы все петли провязываю лицевой глади то здесь я убавок не делаю провязываю все петли лицевой гладью следующий ряд после убавки мы провязываем по кругу лицевой гладью без убавок то есть четный ряд у нас будет без убавок и 7 это будет на 70 ряд семьдесят первом ряду также мы делаем убавку справа и слева по в внешней части по нижней части убавок не делаем и 72 ряд также провязываем просто лицевой гладью и того у нас с будет на внешней части 33 петли и на нижней части также 33 петли и далее перейдем к убавкам по всему маску при формировании мыска мы также делаем убавки в начале спицы и в конце спицы по внешней части и также в начале и в конце по нижней части то еще аналогично и так первая петля у нас лицевая вторую третью провязываю с наклоном влево далее вяжу все петли мыска по в внешней части не довязывая последних трех петель не довязала 3 петли первые две за правые стеночки провязываю с наклоном вправо и лицевая разворачиваю вязание на нижнюю часть и проделываю то же самое делаю убавку в начале спицы первую снимаем вторую третью провязываем вместе с наклоном влево далее провязываем все петли спицы не довязывая последних трех петель и довязала 3 петли первые две за правые стеночки подхватываю и провязываю вместе с наклоном вправо и лицевая все это был первый ряд убавок у нас формирование маска следующий ряд у нас будет полностью весь лицевой без убавок то есть все петли провязываем лицевыми и таким образом мы формируем с вами мысок нашего маска делая убавки в начале и в конце спицы по внешней стороне и также в начале и в конце по нижней части таких убавок я делаю 6 через ряд то есть в каждом втором ряду в нечетном делаю убавку в четном провязываю лицевыми петлями это будет у меня 12 рядов 6 раз и 6 раз в каждом ряду и делаем 6 раз девочки в каждом ряду я уже дальше на этом не буду останавливаться и вот такой вот мысок у нас с вами получится так здесь мне немножко топорщится потому что на весело сушился на блокаторе то есть вот такой вот мысок получается все делаем с вами формируем мысок делая убавки и оставшиеся петли будем сшивать методом петля в петлю сейчас я обрезаю нить оставляю обычная вот так отмеряю запасом где-то раза на 4 еще кусочек беру чтобы мне свободно можно было спрятать нить на изнаночной стороне и беру иглу вдеваю в углу нить главное с тупым кончиком и начинаю сшивать методом петля в петлю так и так вот у нас нет обязательно все петли должны быть повернуты к нам правой стенкой обязательно и так ввожу иглу от себя в первую петлю и скидываю ее и на себя в петлю которая на спице подтягиваю нить перехожу на вторую спицу и делаю наоборот на себя первую петлю скидываю ее и от себя ввожу во вторую петлю подтянула перехожу к 1 спицы от себя в первую петлю скидываю ее и на себя в петлю которая на спице подтягиваю на второй спице на себя в петлю скидываю и от себя петлю которая на спице протягиваю нить и таким образом я попарно сшиваю петли на спице ниточку смотрите сильно слабую не оставляйте подтягивайте ее но сильно тоже не затягиваем потому что петля получится затянутой так вот конечно этот метод требует практики постепенно я думаю кто начинающий постепенно научиться и так до конца ряда осталось две петли от себя в петлю которую на первой спице снимаю и на себя в петлю которая на второй спице все вот девочки и закончили и вот такой вот мысочку нас с вами получился все кусочек связали и вот такой мысок у нас закрытие красивая ну вот друзья закончили вязать мы с вами носки вот такой получился у нас носочек размер повторяюсь еще это 40 41 вот так он у нас выглядит до стирки то есть до влажной тепловой обработки и вот так он выглядит после стирочки да и после сушки на блокаторах я маски всегда сушу на блокаторах вот увидите да разницу вот она разница надеюсь данный мастер-класс оказался для вас полезен и вы обязательно свяжите для себя такие носочки не забываем ставить пальчики вверх подписываться на мой канал и конечно же включать уведомления чтобы не пропустить новые видео всем творческих успехов дружных спиц вяжите с любовью носите с удовольствием пока пока до новых встреч